Друзья, всем огромный привет! Сегодня готовим вот такую вот шаурму. Готовится, друзья, она очень быстро. Минимум продуктов и вот такая гора шаурмы у нас получится. Буквально за 30 минут. Оставайтесь со мной и давайте готовить. Для приготовления шаурмы мне понадобится 2 кусочка филе. Это приблизительно каждое филе, где-то 250-300 грамм по весу. Каждое филе я разрезала вдоль. Получились вот такие вот стейки, не слишком толстые. Если будут слишком толстые, то они не прожарятся. Посолила, поперчила. Они у меня уже готовы. Филе берите свежее, не замороженное. Замороженное не подойдет. Сковородку, значит, я уже включила. И, в общем-то, можно прожаривать. Слегка промажу маслом подсолнечным. Выкладываю туда наше филе. Пока филе прожаривается, я подготовлю салат. Для этого мне понадобится капуста свежая. Я ее накрошила мелко. Вот такая у меня терка. Я ее накрошила вот на этой стороне, капусту. И огурец натерла вот на этой стороне. Понадобится 1 огурец, 1 средняя капуста. Это приблизительно 1 килограмм здесь у меня. И 1 средняя морковь. Я ее тоже накрошила на терке. Слегка посолю. И все это перемешаю. Итак, салат перемешала. Пока убираю в сторону. Итак, филе, которое прожарилось, я накрываю крышкой. И пока жарится последнее филе, я подготовлю заправку. Для заправки мне понадобится майонез. Где-то 2 столовые ложки майонеза. И 1 столовая ложка томатной пасты. Очень хорошая, кстати, томатная паста. И пока убираю в сторону. В общем-то, салат готов. Заправка готова. Помидоры готовы. Кстати, в этом рецепте можно помидоры и не добавлять. По желанию. Если, допустим, это зимнее время, то можно помидоры не добавлять. Продолжение следует... Так, у нас все готово. Теперь, в общем-то, можно приступать к самому основному и к самому приятному. Итак, я теперь беру лаваш. Этот лаваш я поделю пополам. Так, теперь я беру начинку. Смазываю немножко. Слишком много смазывать не нужно, потому что лаваш размягчится. И ваша начинка, весь салат, все мясо оттуда просто пропадает. Смазали. Теперь я беру немного салата. Вы не думайте, почему так много салата. Весь салат уйдет. Чем больше салата в шаурме, это очень вкусно. Не нужно в шаурму, только мясо добавлять, и все. Чем больше салата, тем вкуснее. Так, распределила салат. И сверху выкладываю немного мяса. Немного помидора. Кстати, помидор не обязательно, если в зимнее время помидора нет. В общем-то, можно обойтись и без помидора. Но вот без огурца не обойтись. Потому что огурец все-таки играет свою роль. И все это аккуратно закручиваем. И вот один у нас готов. Теперь я эту шаурму буду обжаривать на раскаленной сковородке до золотистого, такого хрустящего цвета. Ну, а пока можно подготовить следующий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, вот такой результат буквально за 30 минут. Кстати, здесь вот 5 штук. Вот такие они большие получились. Сейчас я порежу. Послушайте, как она будет хрустеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, вы слышали этот хруст. Вот так она выглядит внутри. Очень аппетитно, друзья, смотрится. Мы сейчас будем уже обедать. Вы тоже попробуйте. Всем приятного аппетита и всем пока-пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА